Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях украинский певец Вадим Олейник. Здравствуйте, читатели Комсомольской правды, здравствуйте все люди, которые сейчас смотрят нашу онлайн конференцию. Я готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю, что автор лучшего вопроса получит два билета на концерт Вадима, который состоится 29 января. Да, 29 января, да, совершенно верно. И первый вопрос, расскажите о вашем предстоящем концерте, чем собираетесь удивлять поклонникам, возможно будут какие-то необычные сюрпризы? Ну, необычные сюрпризы у нас, конечно же, будут. Это песни, которые вышли буквально недавно. Это самая главная песня «Девочка года», с которой я живу уже на протяжении трех месяцев. И она, конечно же, будет в программе, также будут песни забавные, и много других. Так что, я думаю, зрителям понравятся концерты, и все будет очень хорошо. Это самое главное, то, что будет песня «Девочка года». А сколько вообще песен прозвучат в концерте? Возможно, кавер-жи будет? Десять, десять, десять песен. Десять-одиннадцать песен, сейчас еще мы утверждаем программу. Поэтому, я думаю, где-то сорок пять минут будет программа. Вопрос очень интересует поклонника. Это будут ли старые песни «Дев фильмов»? Или только ваши новые песни? И вообще, кому принадлежат права этих песен? Если честно, я даже не знаю, кому принадлежат права. Будут песни «Вадима Олейника». Это все. Просто права, я не знаю, кому принадлежат, а песни будут мои сольные. То есть, старых хитов не будут вообще, да? Нет, нет. Вот вопрос от читателей Диана. Спрашиваю, собираешься ли ты снимать клип на песню «Девочка года», про которую вы рассказывали? Очень уж она мне нравится. Большое спасибо. Мы очень ценим то, что... Ну, я очень ценю то, что вам нравится песня «Девочка года». Конечно же, мы уже отсняли клип буквально два дня назад. Съемки проходили в очень такой классный... В очень прикольном классном павильоне, где было очень холодно. И мне понравилось работать с командой. людей. Это режиссер Валентин Цинько, это стилист Ася Монастырская, и вообще вся-вся-вся огромная команда, которая нас окружала. Это были незабываемые съемки. И я надеюсь, что в скором времени уже очень сильно ждем клип. И в скором времени уже выйдет видео, и все посмотрят. Так что клип сняли, ждем результат. Ну, поподробнее про сюжет нового клипа. Что там было такое, обматывающее? Я могу рассказать, что в клипе будет очень много девушек. И будет некое такое соревнование, что ли, чтобы стать «Девочкой года». Ну, это все, что я могу сказать, потому что лучше посмотреть уже вживую. У каждой девушки будет свой образ. И я могу сказать, что мне очень приятно, что каждая актриса, я не побоюсь этого слова, не просто девушка, которая снималась в клипе, а каждая актриса, потому что они были актрисами, они сделали, проделали огромную работу, и они вжились в роль, и несмотря на то, что было очень холодно, было минус 14 в павильоне, они были в футболках, кто вообще, кто там в платьице. Поэтому они героини. И я думаю, что получится все очень красиво. Ну, а вообще, как проходил кастинг этих героинь? Вы сами их искали? Кастинг проходил у нас в Инстаграм. Мы решили сделать такой конкурс. Тот человек, который хочет сняться в клипе, он должен запустить фотографию и оставить хэштег «Девочка года». И кто больше всего наберет лайков, тот будет сниматься в клипе. И у нас было где-то около 770 заявок, и мы уже потом отбирали, просто смотрели, кто больше всего собрал лайков, и мы их взяли на роль. Участие в клипе вашей покойницы, да, все снимаются? Ну, я так понимаю, что все те люди, которым понравилась песня, понравилась песня, и которые захотели поучаствовать в клипе. Следующий вопрос, Ольга спрашивает, какие творческие планы на будущее и какую планку ты для себя поставил? Ну, творческие планы, это же, конечно... Помимо клипа, творческие планы, но самое главное, это, конечно, концерт, который будет 29 января, и куда мы всех людей приглашаем, конечно же. И самое, наверное, самое то, что хотелось бы сказать, дальнейшие планы, это концертный тур по Украине, мы хотим объехать всю страну, и попасть не только в большие города, но и в более уютные, поэтому, вот, наверное, это самые первые планы, которые вы хотели бы осуществить. А участие в каких-то конкурсах, возможно, международных? Я думаю, что пока сейчас, на данное время, у нас просто не хватит времени еще заниматься, ну, то есть, попытать свои силы в конкурсах, потому что есть очень много материала музыкального, которые бы хотелось, чтобы каждый человек услышал в своем городе, поэтому нам очень много пишут абсолютно с разных уголоков нашей страны, и хотелось бы, чтобы он приехал на концерт, и поэтому я хочу сначала показать свое творчество. Недавно закончился отборочный тур на конкурсе Евровидения. У вас было желание подавать заявку, и почему этого не сделали? Я просто считаю, что на данный момент, действительно, это время, просто я сейчас пока не совсем хочу еще, так сказать, размешивать и уходить в другую сторону, искать, потому что конкурс, искать ту песню, с которой я бы поехал на Евровидение, потому что это действительно очень важный конкурс, это действительно серьезный, серьезный, это серьезный этап в твоей жизни, и к этому надо готовиться, готовиться и морально, и психологически, и музыкально, вот, поэтому я считаю, что пока может быть не время, еще, может, время мое придет, вот, поэтому вот решил просто не распаляться, а сберечь силу все для съемки в клипе «Девочка года» и, конечно же, гастроли попой. Ну, возможно, можно было принять участие ради опыта, насколько известно, «Дентец» и «Оленник» уже пару лет назад участвовали в отборочном туре и уже есть какой-то… Да, совершенно верно, конечно же, это очень хороший опыт, но, опять же, повторюсь, что я такой человек, что я люблю подготовиться, если я не готов, я чувствую себя, так мягко сказать, не совсем комфортно, поэтому я лучше буду как бы идти в одну сторону и понимать, что вот здесь я сделал все очень хорошо, вот поэтому не знаю, так и так. Здесь есть вопрос от Ксюши по поводу другого конкурса, в котором ты собирался участвовать, это конкурс «Новая волна», ты в свое время отказался от участия в «Новой волне», не жалеешь ли об этом? Да, и много раз задавали, нет, абсолютно не жалею, это пройденный этап, и я смотрю только в будущее, я смотрю на то, что сейчас есть, и я абсолютно не жалею ни о чем, что не поехал. Но вы вообще смотрели в этом году конкурсы, и как вам украинские лауреаты от Украины привыклась? Честно говоря, я не смотрел, потому что у нас было очень много работы, были концерты, и мы готовили песню «Девочка года», очень много времени, целые два месяца, поэтому я был в работе, я был на студии, каждый день у меня не было времени смотреть телевизор и следить за конкурсом. Просто на многих форумах писали, что вы отказались из-за того, что вы боялись, что повторится такая ситуация, как сами лауреаты, как вы можете это комментировать? Ну, во-первых, я не думаю, что разумно ставить такую фразу, как «боюсь», я ни в коем случае ничего не боялся, просто я подумал, что будет логично все свои силы потратить на развитие моего творчества и сейчас это более важно, нежели участие в конкурсе «Новая волна». Это абсолютно честно и искренне об этом говорю. Но там же вы говорили, что вы хотели очень исполнить украинскую песню, там не дали этого сделать. Но это тоже стало причиной отказа? Ну, я скажу так, что, конечно же, хотелось бы на международном конкурсе петь украинскую песню, потому что я сам украинец, я родом из Украины и это как такой крик души, вот, и тебе становится приятно, когда, допустим, ты находишься в другой стране и ты не знаешь языка, да, ты встречаешь, допустим, человека, который разговаривает на одном языке и тебе как бы становится теплее. Так же тоже здесь, вот, когда ты в чужой стране и ты поешь украинскую песню, тебе становится теплее. Вот, и, конечно же, это тоже был такой очень важный фактор для меня, что нет возможности спеть украинскую песню. Вот, спрашиваю, есть ли у тебя такие песни, которые не могут быть представлены широкой облике, так как они не соответствуют сегодняшнему формату, в котором ты работаешь? Ну, вы знаете, я скажу так, что я пою о мире, в котором мы живем, я пою о любви, я пою о отношениях, я пою о девочках, да, я пою девочкой, собственно, песня «Девочка года» об этом тому подтверждение, вот, поэтому я абсолютно не слежу, не смотрю за форматом, вот, то есть у меня все песни, которые я пишу, они открытые и настоящие, я их не подбиваю под какой-то формат, абсолютно. Но не бывало ли такого, например, вы переносили песню на телевидении или на радио и сказали, что это не формат? Уже были такие случаи? Ну да, абсолютно. Значит, это больше формата? Я считаю, что это формат придуман, придуман людьми, для того, чтобы разбивать просто, не знаю, стили музыки. Я считаю, что у музыканта абсолютно нет такого понятия, как формат, он, он, артистам, он пишет песни, те, которые ему в душе, те, которые ему по душе. Вот он поет то, что ему хочется петь абсолютно. И самое главное, то, что есть люди, которые это слушают, которые, ну, люди, которые слушают, которые приходят на его концерты и здесь абсолютно уже нет никакого, никаких рамок, никаких границ. Чуть отойдем от темы. Алина спрашивает, привет, Вадим, расскажи, как провел новогодние праздники и с кем? Здравствуй. Я провел свои праздники в концертах, в работе. Я Новый год выступал на, ну, как бы, был, я сначала выступал на Софийской площади, потом еще выступал в, так сказать, в более узком кругу для людей, уже прямо на Новый год. И новогодние праздники у меня были все в подготовке к клипу Девочка года, поэтому, но я уже с первого числа активно трудился и совершенно не было времени на отдыхе. В принципе, это хорошо, потому что уже все с нетерпением ждем просто результат клипа. Так что вот так, собственно, провел новогодние праздники в работе. Наверное, уже давно не отмечали Новый год? В кругу семьи уже давно не отмечал, потому что у меня мама находится в другой стране, а сестра у меня находится в другом городе, вот, поэтому, да, уже давно не отмечали вместе Новый год. А где мама? Мама находится в Италии, а сестра находится в Чернадцах. И так мы все на разных плоскостях и на разных, так сказать, на разных полюсах. Мама там работает, а сестра живет и работает тоже в Черносах, поэтому на Новый год как раз такое время, когда я работаю, а не там далеко. Я думаю, что когда мы найдем общее место, где мы вместе все соберемся, я очень на это надеюсь. Следующий вопрос от читателей. Даша спрашивает. Тебя часто окружают на улице люди и просят сфоткаться с тобой и попросить автограф? Ну, я скажу так, что, конечно же, узнают. Я никогда в жизни не откажусь сфотографироваться там, либо дать автограф. Мне это очень приятно и не составит труда сфотографироваться с человеком, либо... Ну, бывают такие случаи, поэтому я никогда не отказываю. Тоже вопрос к теме. Анжелика спрашивает. Расскажи про казусы с фанатами и были ли какие-то случаи, возможно, когда история запомнилась больше всего со времен фабрики, возможно? Да, было действительно очень много интересных историй. Наверное, можно вспомнить одно из... Это когда был очередной концерт после фабрики в каком-то городе. Я даже, честно говоря, не помню, когда девушка ждала с концерта где-то под отелем. Это уже была ночь, очень поздно, где-то, может, там, час ночи. И она стояла и говорит, я так хочу с вами сфотографироваться, я так хочу сфотографироваться. Я так ждала, я там ждала, что там 5 часов, и я беру телефон, а у нее Nokia без камеры. Вот. И это ему... Мы сфотографировали на свой телефон, записали ее адрес и переслали там на почту фотографию. Вот она писала там благодарности. Вот. Была там такой случай, что там в багажник залезла девушка, но мы собирались уезжать уже, а она в багажник тем временем залезла. Вот. И мы ее, честно говоря, даже не видели, уже начали ехать, а она там сзади сидит. Она сначала ничего не говорила, потом увидели, что какой-то человек сидит, ну там, да. Вот. И мы остановились посмотреть, кто же это. Вот. Поэтому... Ну, разные случаи были, честно. Поэтому... Ну, они все такие приятные и безобидные. Очень приятно вспоминать. Ну, каких-то неадекватных поклонниц не было? Какие-то угрозы, преследования, какие-то письма в социальных сетях возникли? Нет. Абсолютно. Все... Нет. Никаких писем, ни угроз. Абсолютно. Есть только... Ну, были моменты, когда там находили, где я живу, вот, и девочки... И смотрели, как я гуляю со своей собакой, потом там где-то фотографировали, вот, и... Ну, потом они уже знали, что я здесь живу, и приходили, там, где-то сидели на лавочке, там, ждали. Ну, это все абсолютно нормально, без, я же говорю, что... Без каких-то там негативов. Ну, никаких платных историй не было? Абсолютно. Нет, нет. Я, ну... Хорошая поклонница? Да, девочки воспитаны. Следующий вопрос, Анна спрашивает. Впереди День всех влюбленных, и какие подарки тебе дарили в этот день? Ну, если честно, если честно, на Валентина... Ну, я так... Мне кажется, что, наверное, стандартно, как обычно. Духи, носки... Духи, носки там... Каждый год стандартно? Каждый год, да, стандартно, абсолютно. Я уже даже не помню, чтобы какие-то там... Я, честно говоря, люблю сам дарить подарки. Я даже больше не жалею их принимать. Вот, поэтому... Я сам никогда не жду, я лучше сделаю подарок. Вот, и... И самое главное, что не важно, это на День Валентина, там, либо это позже, там, либо это... Там, двадцатого февраля, там, либо это, там, первого марта. Ну, то есть, абсолютно неважная дата. Вот, поэтому... Поэтому я же говорю, что каких-то подарков таких особо... Я не знаю, чтобы я мог сказать, что сильно попались, там, которые запомнились на всю жизнь... Ну, реально запомнились на всю жизнь, это... Духи, носки... И бритва, там, не знаю, какая-то... Стандартный мужской набор. Стандартный мужской набор, да, да, совершенно верно. А, кстати, Анна тут ещё пишет. Кстати, есть кого поздравлять в этом году? Кого будете поздравлять? Девочки, с вами? Ну, я, честно говоря, о личной жизни не хочу говорить. Придёт время, все всё узнают. Пусть это останется загадкой. Вы пока скрываете, да? Я просто считаю, что сейчас не время об этом говорить. Вот и всё. Такой следующий вопрос. Ну, по поводу диафильмов, которые не можем задать, Алиса спрашивает. Не скучаешь ли ты по диафильмам? И, слово, вы сейчас общаетесь? Вы знаете, Дантес и Олейник — дуэт, который пришёл в украинский шоу-бизнес, с которым у меня действительно есть очень много воспоминаний. Мы вместе работали, мы находили что-то новое, мы ошибались, мы шли вперёд. И, вы знаете, это сродни можно вспомнить о детстве, когда ты бегал на лужайке, первый опыт, это те воспоминания, которые действительно остались в моей памяти. Вспоминаю я? Да, конечно, вспоминаю. Скучаю? Ну, наверное, нет, потому что, ну, это, как бы, ну, скучаешься ты там о детстве своём, но думаю, что, как бы, нет, я уже смотрю вперёд, смотрю, так сказать, то, что будет дальше. Ну, а дружба слова и осталась или проект закончился и дружба тоже закончилась? Ну, дело в том, что сейчас у Владимира телевизионный проект, он занятой человек, также тоже у меня свои дела, поэтому просто сейчас нет времени общаться и вот так вот. Даже в социальных сетях, да, не переписывают? Нет. Ну, следующий вопрос, Юля спрашивает, удаётся ли тебе совмещать музыку и футбол? Ну, знаете, это можно сравнить вот с человеком, который там тромбонист и крутит велотрек. Ну, это, конечно же, абсолютно нормальные вещи, когда, почему, допустим, футболист не может слушать музыку, вот, а музыкант не может играть в футбол, вот. Тем более я там раньше занимался профессионально и, конечно же, я встречаюсь с ребятами с командой ВК Маэстро, в которой я играю, вот, и мы проводим хорошо время на тренировках, общаемся, обмениваемся информацией, вот, и играем в футбол, вот. Поэтому вот так свою собственность совмещаю. А вы вообще помните тот момент, когда вы решили забросить футбол и заняться профессиональной музыкой? Ну, это было все постепенно. Дело в том, что еще в детстве я играл и в футбол, и учился в музыкальной школе, и потом со временем просто я понял, что, как бы, для меня музыка, как бы, это главное в моей жизни, и я понял, что без музыки я просто не могу, вот. И тогда я просто для себя уже выбрал одну цель. Тогда не было, да, желания построить карьеру футболиста? Вы знаете, так, наверное, просто сложилась судьба, что мне не пришлось выбирать. Я получил травму, и вот так как-то вышло, что я выпал из команды, и все. Поэтому я, но я опять же, я не жалею, я всегда считаю, что наша судьба, она нас ведет, и вот так лучше будет. Так как случилось, так случилось, и я очень благодарен.